Ну, я, в общем-то, довольно редко скачиваю видео из интернета, так что меня, так называемый антипиратский закон, пока не коснулся напрямую. Но вообще о проблемах авторского права и соотношения авторского права с ограничениями права копирования я писал не раз. Если в двух словах, запрет права копирования противоречит главному свойству, отличающему человека от прочих животных, а именно умению учиться не только на непосредственных наблюдениях и на своем опыте, но и на рассказах других. Соответственно, этот закон способствует, в конечном счете, превращению человека в обезьяну. Естественно, он подлежит отмене, и не только этот закон, а весь комплекс современных законов о так называемых имущественных авторских правах. Понятно, что создатели чего бы то ни было имеют право на вознаграждение хотя бы для того, чтобы иметь возможность и впредь что-то создавать, но возможных схем такого вознаграждения очень много. И нынешняя схема далеко не лучшая, более того, одна из худших, ибо в нынешнем своем виде она поощряет не столько авторов, сколько перекупщиков. Поэтому, еще раз повторюсь, весь нынешний комплекс законов об имущественных авторских правах, составляющий в России четвертую часть Гражданского кодекса, подлежит отмене и полному забвению. Ну а что делать взамен, как вознаграждать авторов? Это тема достаточно обширных обсуждений, которые надлежит провести в обществе, а не только в кулуарах Государственной Думы. Единственное, что я могу сказать, что никакая из реально осуществимых сегодня схем такого вознаграждения не будет хуже той, что предусмотрено четвертой частью Гражданского кодекса и так называемым антипиратским законом.